Выращивание брокколи в теплице, открытие детского клуба, выпуск модной одежды для малышей. Это одни из немногих бизнес-идей, которые защищали участницы проекта «Мама-предприниматель» в финале конкурса. Напомню, программа создана при поддержке Центра «Мой бизнес», Республиканского бизнес-инкубатора и корпорации МСП. Кто получил заветный грант в 100 тысяч рублей и что будет с другими проектами, участвовавшими в конкурсе, расскажет Анна Давыдова. В пять дней они изучали основы предпринимательства и эффективного управления бизнесом. 40 образовательных часов с бизнес-тренерами, экспертами и представителями региональных структур малого бизнеса. И вот он, долгожданный финал проекта «Мама-предприниматель». Каждая из 35 участниц представила жюри разработанный бизнес-проект. Маргарита Антонова, например, хочет развивать свой бренд детской одежды. Рукоделием она увлеклась еще с детства, рассказывает конкурсантка. Сначала придумывала и шила платье для кукол, потом для себя и детей, а теперь вместе с помощниками создает оригинальные модели на заказ. Мечтает выйти на большую российскую арену. Нужно масштабироваться, расширяться, нужны больше средств, финансирование. Поэтому этот проект как перспектива для меня в этом плане. И знаний тоже не хватает. Действительно, за знаниями тоже пришло. Самое грандиозное знание, которое я получила, это умение составлять бизнес-план. Это большая ценность. На защиту своего проекта каждой участнице дали по пять минут. За это небольшое время они должны были доказать его жизнеспособность. Точка отсчета, точка такой старта является, как раз, мне кажется, для многих будет являться такой проект. Потому что они попадают в определенную среду, бизнес-среду. И получают знания, и они могут сразу же их на практике реализовать. То есть защищают этот проект. Это очень важно. Такие локальные проекты, которые поддерживают маму в такой, наверное, сложный период. Это декретный отпуск, когда она находится в изоляции. Наверное, это очень здорово и приятно, что именно этот период обратили организаторы. И взяли его для работы, для того, чтобы активизировать в этот момент творческую деятельность женщин. Грант на реализацию своей бизнес-идей получит лишь одна из участниц. Но организаторы уверяют, проигравших не будет. Каждый из конкурсных проектов будет взят на инкубацию. Обязательно каждый проект проработаем. Сделаем для них индивидуальную карту развития. И постараемся, чтобы она реализовалась. Но, конечно, многое зависит от них самих. Если на практике они готовы ежедневно уделять внимание своему проекту, то, несомненно, шансы на успех они повышаются. Из 35 участниц лучшие признали Олесю Кузьмину с ее проектом в шоколадной мастерской «Лавли Берри». Девушка получила заветный грант в 100 тысяч рублей. На эти средства она планирует закупить необходимое оборудование для своей студии. Анна Давыдова, Семен Антонов, Вести, Чувашия.